Как функционирует наша печень? Какие продукты могут помочь для ее восстановления? Как уменьшить вредное влияние часто поступающих токсинов? Печень человека – это один из самых важных органов, без здоровых функций которого самочувствие человека значительно ухудшается. Со временем без адекватной помощи возрастает риск появления серьезных патологий, а затем нередко возникает угроза и самой жизни человека. Улучшить ее функции до развития заболеваний можно, употребляя здоровые продукты питания. Одно из полезнейших веществ для нормальной функции печени – это лицетин. Его можно заказать во многих интернет-магазинах, но перед покупкой необходимо убедиться в натуральности продукта и достаточной степени очистки. Польза заключается в том, что печень более чем наполовину состоит из этого вещества. Поступление с продуктами питания помогает восстанавливать ее структуру. Лицетин содержится в куриных желтках, поэтому их можно включить в повседневный рацион, не превышая разумных количеств. В сутки норма составляет не более двух штук. Другое вещество, без которого восстановить ткани печени будет сложно – это фосфолипиды. Они формируют основную массу головного мозга, поддерживают функции сердечной мышцы и являются важной составляющей для обновления ткани печени. Для восстановления ее функции можно принимать препараты с их содержанием. Важно лишь выбрать те, в состав которых входят жидкие формы, герметично запаянные в кишечно-растворимые капсулы. Также в процессе восстановления функции органа важно помнить о простом принципе. Не напрягая лишний раз печень алкоголем и жирными продуктами, достичь ее здорового состояния можно с минимальным количеством приложенных усилий и принятых лекарств. Как вы считаете, нужно ли придерживаться такого принципа в обычной жизни? Далее необходимо откорректировать свое меню. Что следует включить в первую очередь? Брокколи и брюссельская капуста. В их состав входит сульфарафан – органическое соединение, обладающее противораковой активностью. Также они содержат и другие вещества против онкологии. Свекла. Корнеплод в своей мякоти содержит достаточное количество бетаина. Он вместе с флавоноидами, фенолами и аскорбиновой кислотой постепенно восстанавливает ткани печени и обеспечивает дезинтоксикацию органа. Жирная рыба красных сортов. Особи, выловленные в естественных условиях, имеют в своем мясе большие количества ценных омега-кислот 3, 6 и 9. При ограниченных финансовых средствах можно употреблять в пищу обычную соленую сельдь, а также готовить первые и вторые блюда из замороженных тушек. Польза будет сравнима с дорогими сортами рыбы. Свежие ягоды. Они богаты натуральными полифенолами и антоцианами, которые способны улучшить функцию печени. Они, являясь мощными антиоксидантами, блокируют активность свободных радикалов и также создают условия для восстановления гепатоцитов. Это могут быть черника, малина, облепиха и другие дикие ягоды. И самое важное, на чем всегда нужно акцентировать внимание, печень человека при поступлении обычных, даже не самых полезных продуктов, относительно хорошо выполняет свои функции. Основной удар производят спиртные напитки, поэтому употреблять их нужно осторожно, не допуская чрезмерного опьянения и всегда запивая их чистой водой или натуральными соками. Пишите в своих комментариях, какие из этих советов вы планируете реализовать на практике и каких уже придерживаетесь на постоянной основе. Мы всегда рады предоставить нашим подписчикам новую полезную информацию, которая при выполнении всех принципов обязательно поддержит здоровые функции всех внутренних органов.